МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незамеченным не останется. Водители и нарушители теперь будут выслеживать патрули в штатском. В Москве облавы уже начались, нижние на подходе. Половина голосов уже собраны. Нижегородцы пытаются добиться смертной казни для одета-убийцы Олега Белова. Тотальная проверка документов и качество продукции. После огромного количества жалоб рынок Народный обследовала специальная комиссия. Каков результат? До заветного титула осталось совсем немного. Конкурс «Мисс Старшеклассница-2015» выходит на финишную прямую. Накануне полуфинала участницы почувствовали себя телеведущими. А также первый шаг на пути к званию модной столицы. В Нижнем Новгороде прошла дебютная для города неделя моды. Чем удивляли дизайнеры? Об этих и других событиях понедельника и минувших выходных расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, уже точно известно. В 2016 году за нижегородскими водителями станут наблюдать из-под тяжка. На дорогах появится так называемый «тайный патруль» инспектора ГИБДД в штатском. В Москве такой способ приструнить нарушителей уже внедрили буквально в прошлую пятницу. И количество штрафников сразу увеличилось в разы. Нижегородские водители, узнав, что и нас такое ждет, сразу разделились на два лагеря. Тех, кто рад этому, мол, нарушителей станет еще меньше. И тех, кого не устраивает тайная слежка, якобы это нарушение их прав. Екатерина Вологина попыталась выяснить, тайный патруль все-таки это благо или нет. Это иномарка или это? А может быть это авто? В какой машине едет дорожный полицейский при исполнении не узнаешь, пока не нарушишь. Такие патрули-невидимки появятся на дорогах региона уже со следующего года. Тайный патруль может передвигаться на любом автомобиле. Никаких опознавательных знаков у машины не будет. Инспектор под прикрытием движется в общем потоке, к примеру, здесь, на Нижневолжской набережной. А в конце улицы, к примеру, у Канавинского моста стоит уже настоящая машина ДПС. Тайному дорожному полицейскому остается надеяться лишь на свою собственную внимательность. Сам он остановить нарушителя не может, зато данные о нем может передать ближайшим дежурным, к примеру, тем, что у Канавинского моста. Ну а дальше дело техники. Сотрудник полиции остановит недобросовестного водителя, а подъехавший тайный инспектор продемонстрирует запись нарушения с видеорегистратора. Резко подрезал или ехал шашечками, думал, никто не заметит. Примеры так называемого агрессивного вождения как раз заинтересуют стражей порядка. Ведь именно поведение в целом сложно отследить по камерам. Абсолютизировать нельзя ни одной из форм несения службы, ни излишнее привлечение внимания, ни наоборот скрытое патрулирование. В комплексе они будут давать эффект. По итогам 2014 года аварийность в местах установки стационарных камер фотоидеофиксации снизилась минимально на 10%. Есть участки общей дорожной сети, где ДТП вообще не произошли. Неправильная скорость, выезд с доступлением или на запрещающий сигнал светофора. Контроль в самых аварийных местах области. Где находятся стационарные камеры, водители уже выучили. И хотя бы там стараются не нарушать. А это уже минус 700 ДТП за год. Для того, чтобы у любого человека выработался стереотип закона послушного поведения, он должен, в первую очередь, некий страх, боязнь получить штраф, например, быть наказанным, получить энную сумму штрафа, который ударит по его бюджету, семейному, личному бюджету, неважно как. Боязнь быть привлеченным к уголовной ответственности. То есть вот это чувство страха, оно как раз и воспитывает, и приучает человека вести себя правильно на дорогах. Однако первый опыт тайного наблюдения у нас уже есть. Это передвижные комплексы видеофиксации. В области они буквально прячутся в кустах. И далеко не все этому рады. По городу же передвигается система Паркон. Еще один помощник большого брата. Вот, например, автомобиль припаркован не по правилам. И я уверен, что комплекс сейчас его оценит. Независимый автоэксперт Александр Дэйч уверен, что еще один скрытый наблюдатель в лице секретного дорожного эксперта в России просто не приживется. Хотя бы из-за менталитета. То, о чем мы сейчас с вами говорим, это рейдовая работа. Но постоянно это происходить не может. То есть для показухи в разовом порядке выездные рейды они сделают. Да, они могут так работать. Три, четыре, пять машин тихушников, извините за выражение. Ну, то есть, скажем так, скрытых инспекторов. Ну, пять машин скрытых инспекторов и пять патрульных автомобилей. Нижегородские водители, к слову, пока к будущим нововведениям относятся по-разному. И так полно ДПСников, но ездят они, контролируют, неплохо справляются. Конечно, у нас много проблем с ездой, агрессивной езды много. Поэтому я считаю, мое мнение, да, это в какой-то степени поможет. Работа под прикрытием стала уже хорошо проверенным методом в США. Самые хитрые машины там – полицейские такси. Время их дежурства наступает в основном ночью, когда другого транспорта на дорогах мало. А главное, нарушитель, вздумавший полихачить, никогда не догадается, какая из желтых авто точно полицейская. В Москве только один день рейда тайного патруля остановил больше трехсот лихачей. Так что, если отправитесь в столицу в этом году, прежде чем нарушать правила, подумайте. Хотя бы потому, что там уже наблюдают из соседнего ряда. Екатерина Вологина, Андрей Першин, служба новостей и город. К другим темам. В понедельник Валерий Шанцев в очередной раз побывал на одной из главных строек региона – Дублера-Борского моста. Строительство сейчас идет с опережением графика. Работы ведутся круглосуточно. Уже установлены две основные арочные конструкции. Сейчас на строительной площадке задействовано около тысячи человек. Глава региона дал поручение закончить укрепление мостовых конструкций и прокладку коммуникаций до конца зимы. Мы способны в следующем году запустить здесь движение с тем, чтобы решить ту проблему, которая уже долгое время мучает нижегородцев и наших гостей. Особенно это в летний период, когда всем нужно ехать на свои садовые участки, на дачи. Строительство дублера Борского моста позволит увеличить пропускную способность на Кербском направлении как минимум втрое и сократит время в пути от Нижнего Новгорода до Бора в час пик с двух часов до 30 минут. Ну а прослужит новая переправа по прогнозам не менее ста лет. Житель советского района Нижнего Новгорода продал так называемые шпионские очки, то есть со встроенной видеокамерой, и теперь ему грозит тюрьма. Для тех, кто не знает, в России незаконный избыт средств негласного получения информации уголовно наказуем. О других происшествиях региона расскажем далее. Полицейских за Волжье задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Злоумышленник пришел в офис микрофинансовой компании, ударил сотрудницу ножом в шею и после этого похитил 30 тысяч рублей. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. Прибывшие на место происшествия оперативные сотрудники изучили записи с камер видеонаблюдения и по горячим следам задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело. Нижегородцы сняли на телефон последствия ДТП в Канавинском районе. На перекрестке улиц Должанская и Мурашкинская столкнулись два легковых автомобиля. На место происшествия прибыла карета скорой помощи экипаж дорожной полиции, которым и предстоит выяснить причины происшествия. Автомобиль въехал в дорожный отбойник в поселке Ольгина. Инспектор попросил водителя Вазовской легковушки остановиться. При торможении машину занесло и он влетел в ограждение. В госавтоинспекции призывают быть внимательнее за рулем в зимний период. После большого количества жалоб на работу рынка Народный, что в Ленинском районе торговую площадку проверила специальная комиссия. В рейд вышли представители районной администрации и ветнодзора. Проверяли все от чистоты в павильоне до документов на продукцию. Проведен документарный контроль, ну и лабораторный контроль продукции, которая здесь реализуется. Проверили овощи, другую продукцию, никаких замечаний нет. Обслуживание вполне нас устраивает, продукция вполне устраивает, не перемороженная, свежая. Мягкая продукция, ни разу молоко не свернулось. Вообще рынок Народный – это временная торговая площадка. Она была открыта в прошлом году для того, чтобы местные производители могли продать свою продукцию, а горожане купить ее по доступным ценам. По результатам проверки было принято решение этот рынок оставить, как минимум, до 31 мая 2016 года. Сейчас информация от наших партнеров, после этого вернемся в студию и вот о чем пойдет речь. Половина голосов уже собраны, нижегородцы пытаются добиться смертной казни для одетоубийцы Олега Белова. До заветного титула осталось совсем немного. Конкурс «Мисс Старшеклассница-2015» выходит на финишную прямую. Накануне полуфинала участницы почувствовали себя телеведущими. А также первый шаг на пути к званию «Модной столицы». В Нижнем Новгороде прошла дебютная для города неделя моды. Чем удивляли дизайнеры? Мы первая команда, которая была создана именно как обособленная спортивная команда почер-лидер. Это не махание пум-понами и танцы. Это, оказывается, сложный спорт, который в России только-только развивается. Здесь есть все. Здесь танцевальная подготовка, классическая хореография, современные танцевальные направления, акробатика, физическая подготовка. Они могут получить спортивный разряд, вплоть до мастера спорта. Мы выступаем, начиная с 8 лет. Предварительной физической подготовки не требуется, мы все мучаем. Я занимаюсь здесь почти год. Сейчас мне нравится коллектив. Становимся сильными, гибкими, пластичными. Я напоминаю, вы смотрите Первый городской телеканал в эфире службы новостей «Город». Нижегородцы почтили память погибших во время терактов в Париже. Новости короткой строкой далее. Нижегородцы скорбят вместе со всем миром по погибшим во время терактов в Париже. Люди приносят цветы к визовому центру Франции в Нижнем Новгороде. Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошли 6 терактов. Жертвами нападений стали 129 человек и еще 352 получили ранения. Нижегородцы собирают подписи за смертную казнь для отца-дета-убийцы Олега Белова. Петицию разместили в интернете. На данный момент ее уже подписали 235 человек. Чтобы отправить обращение в правительство, необходимо собрать 500 голосов. В связи с напряженной террористической обстановкой в мире на Горьковской железной дороге вводят дополнительные меры по обеспечиванию безопасности. На вокзалах усиленная охрана с работниками проводят инструктажи для повышения бдительности. И отрабатываются действия в случае внештатных ситуаций. Неисправные автобусы едут по дорогам Нижнего Новгорода. В ходе профилактической операции инспекторы ГИБДД остановили более 100 транспортных средств. У 20 из них были обнаружены неполадки. Также более 70 водителей привлечены к административной ответственности за неуплату штрафов и нарушение правил дорожного движения. Итоги пробного сочинения для старшеклассников подвели Нижегородской области. С работой справились более 90% школьников. Чаще всего ученики выбирали для написания тему «На что способен человек ради любви?». Напомним, итоговое сочинение выпускники напишут 2 декабря. Первый полуфинал конкурса «Мисс Старшеклассница-2015» состоялся в Нижнем Новгороде. На место в финале претендовали 13 школьниц. Они показали судьям не только свою красоту, но и таланты. Девушки пели и танцевали. Ну а готовиться к конкурсу девушки начали задолго. Претенденток на главный приз ждала фотосессия в модном образе. Многие признались, что это один из самых полюбившихся этапов. Я хочу получить как можно больше эмоций от этого проекта. Здесь я окунаюсь в море улыбок и позитива. Знакомлюсь с новыми интересными людьми. Участие в этом конкурсе – это большой жизненный опыт, который явно мне пригодится в будущем. А еще девушки приходили в гости к нам на Первый городской телеканал. Они побывали в «Святая святых» в новостной студии и попробовали себя в роли ведущих. Как сами потом признались, знакомить нижегородцев с новостями – это весьма непростое занятие. Здравствуйте! Вы смотрите службу «Новостей город» в студии Екатерина Косарынска. К другим темам. Борьба за кресло сети-менеджера будет еще более напряженной. Число кандидатов на этот пост увеличилось с 14 до 19. Я напомню, финал конкурса «Мистер-шеклассница-2015» состоится 13 декабря. До этого тура дойдут только 18 нижегородок. Эти выходные были насыщены фэшн-событиями в Нижнем Новгороде. В воскресенье, например, в городе прошла первая неделя моды. Да-да, неделя, но длилась она всего один день. Свои коллекции сезона 2015-2016 на ней представили 10 нижегородских и 5 московских дизайнеров. Надежда Рожнова оценила полет фантазии и кутюрье и задалась вопросом, есть ли шанс у нас стать очередной модной столицей. В этом зале обычно выступают звезды и проходят грандиозные дискотеки, но сейчас его не узнать. Для первой нижегородской недели моды «Мила» концерт-холл изменили полностью. От вечерних платьев до строгих офисных костюмов. У каждого дизайнера всего 20 минут, чтобы представить свой взгляд на образ стильной девушки. У Ксении Сталина он получился нежным под стать предстоящей весне. Она очень нежная, она очень летящая, там очень нежные цвета, очень много всяких там цветочков и прочего всякого такого. То есть она прямо вот именно вот весенняя. А вот Ксения Кравцова весну увидела в патриотичных тонах. Каждый ее наряд дополнен оригинальным принтом русской красавицы, крем или даже портрет президента. Каждая коллекция здесь это не только подборка одежды. Каждый образ должен быть дополнен подходящим макияжем и прической. Только так, говорят дизайнеры, можно наиболее эффектно подать в свои работы. 60 моделей и 40 мастеров готовятся к очередному показу в рамках проекта «Нижегородская неделя моды-2015». И специально для всех жителей города прямо сейчас мы узнаем, что же модно в этом сезоне. Весна-лето 2016 года, я бы сказала, что это будет пик розового цвета и пик лимонного цвета, если говорить прям жесткая тенденция. Дарья Дашина, например, представила коллекцию трикотажных платьев. Говорит, участвовала во многих столичных показах. И нижегородцам пока есть чему учиться. Я нижегородских дизайнеров пока не видела на подиуме. Ну, что-то коллекции видела, но вроде симпатично. Сидят в первых рядах, да, очень модные женщины. Кстати, для модных женщин нижегородские коллекции наверняка открытием не были. Если имены, кутюрье до премьерных показов, например, в Милане или Париже, свои разработки держат в секрете, то большинство наших икон моды уже успели засветить наряды своих шоурумов. Модели, музыка, цвета и ткани. Коллекции сменяли одна другую. Феерия моды для гостей пролетела незаметно. Нижегородская неделя моды уложилась в один день. В этом году мы все организуем своими силами и первый раз, да, как говорится, первый блин, надеюсь, получится не комом, но со следующего года уже полноценная неделя, как положено, два раза в год. Милан, Париж, Нью-Йорк, Москва. Появится ли в списке модных столиц когда-нибудь Нижний Новгород? По завершении шоу зрители бурно обсуждали наши перспективы. Станет ли Нижний Новгород когда-нибудь родной столицей? Это, конечно, сложный вопрос, но все может быть. Никогда, я думаю, к сожалению. Не факт. Очень сомнительный вопрос, на самом деле. Надежда Рожнова, Никита Лепехин, Служба новостей, город. Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное мы, как всегда, собрали в обзоре социальных сетей. Пускай, посмотри, как все дело тут работает. Будто на дискотеке. На улице Прыгунова уличное освещение работает, как ему вздумается. Это видео в сеть выложил пользователь с ником Сергей Евгеньевич. Он недоволен, что в Дуке и администрации до этих фонарей нет дела. Борчане и нижегородцы сошлись в равном бою. Товарищеский матч по пейнтболу получился захватывающим и полным сюрпризом. У кого какие желания под Новый год? Дальнобойщики, например, не надеются на сотрудников ГИБДД и просят помочь Деда Мороза справиться с оленями на дорогах. Драм-н-бэйс по-русски. Нижегородские музыканты предлагают свой способ проведения холодных зимних вечеров. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Ну а далее наш традиционный опрос. За ваши хорошие новости мы вручаем приятные подарки. Давайте посмотрим, кто стал их обладателем сегодня. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – сеть магазинов парфюмерии и косметики «Ноктюрн». Гости сходили, на работе внучка у коллеги родилась, так что все хорошо. С последнего времени я встретил прекрасную женщину. Вылечили маленького котенка, которого подобрали на улице. И теперь он стал огромным, красивым котом. У нас родились двойняшки – мальчик и девочка. Зовут Сашенька и Сережа. Я выспалась, ездила с любимой командой на соревнования. Нашла для себя очень хорошую книгу. И просто жизнь стала такой светлой. Я влюбилась, нашла свое счастье. Мы сегодня дарим вам главный приз от сети парфюмерии и косметики «Ноктюрн». За ваши хорошие новости это вам. Держите, как можно скорее открывайте. Спасибо. Боже, да? Классно. Спасибо. Ну а теперь о погоде. Прогноз подготовила Юлия Карабасова. Спонсор прогноза погоды – ООО «Приосколье. Нижний Новгород». Знаменитая котлета по-киевски. Ароматный цыпленок табака. Пикантные крылышки в кисло-сладком соусе. Классический цезарь с курицей. Весь мир готовит курицу. Приосколье. К ночи сегодняшнего дня столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Будет пасмурно и небольшой снег. А завтра, во вторник утром, температура воздуха не опустится ниже минус 4 градусов. Днем 17 ноября в Нижнем Новгороде будет обычно при температуре минус 4 градуса. И у нас на этом все. Смотрите Первый Городской телеканал и обо всем узнаете первыми. До встречи. Хочу, хочу. Хочешь? Тогда успей купить декоративную косметику L'Oreal Paris и Maybelline New York со скидкой 20%. Декоративную косметику Vivienne Sabo от 149 рублей. Лак 1 лук за 119 рублей. А где? В сети магазинов парфюмерии и косметики Ноктюрн. 17 ноября во вторник днем минус 2 градуса. Пасмурно ночью также будет без прояснений минус 3 градуса. 18 ноября в среду днем минус 1 градус, пасмурно ночью похолодая до минус 2 градусов. 19 ноября в четверг днем около 0 будет пасмурно ночью минус 1 градус, возможен снег.